На родину предков Вуглич, полковник космической связи Владислав Седнев, приезжает каждый год. Здесь для него любимое место отдыха, знакомые с детства места. Рыбалка, на которую еще совсем недавно он ходил вместе с отцом Дмитрием Ивановичем Седневым. Дмитрий Иванович, младший сын царского лакея, почти не помнил своего отца, поскольку был слишком мал, когда его не стало. И всю жизнь занимался тем, что по крупицам собирал историю семьи. Удалось многое, но не все. К примеру, выяснил, что Ивана Седнева вместе с матросом Нагорным расстреляли в Екатеринбурге за два месяца до убийства царской семьи. 90 лет спустя, с надеждой найти могилу деда, на Урал отправился внук Владислав. Я нашел документальное свидетельство о факте и дате похорон в числе прочих расстрелянных моего дедушку. Обходя кладбище в начале, так сказать, в поисках могилы, конечно, теперь я понимаю, что это было совершенно бесперспективное занятие, потому что через 90 лет после тех событий там даже ландшафт изменился. Некоторых кладбищ вообще уже не существует. Но тем не менее, живой интерес к поискам Седнева проявила команда губернатора Росселя. Не оказались в стороне историки и краеведы, что позволило значительно сузить круг поиска. Но вознаграждением за упорство стало другое. В храме на крови Владислав увидел фотографию, которой не было ни в семейном альбоме, ни в одной из прочитанных книг. Николай II в окружении гвардейского экипажа императорской яхты «Штандарт». Я приблизился к этой фотографии, вытащил из паспорта фотографию своего деда и начал сравнивать, ну, как бы искать знакомое лицо. Подошел один из священнослужителей, когда узнал, что я пытаюсь выяснить на этой фотографии. Узнал, кто я такой. Я представился, что я внук матроса Седнева. И он мне помог, значит, и сфотографировать, чтобы не было бликов. И, может быть, даже он первый и указал, говорит, вот этот вот очень похож на вашего дедушку. В Екатеринбурге Владислав Дмитриевич обошел все памятные места, был на Ганиной яме, стал объектом интереса всей местной прессы. А потом, по возвращении домой, о поездке его стали расспрашивать близкие. Когда он мне стал все показывать это, я была под таким впечатлением, что как будто я там была с ним вместе. Единственное, что возмутило Тамару, предложение передать в музей царский подарок – крестильный крестик. Это была мама моей, короче говоря. Ее крестила Ольга Николаевна Романова, в честь кого и назвали моим маму. Потом бабушка и приказала, чтобы Оля отдай крестик Тамаре. Вот теперь ношу я его. Это наше наследственное. К 90-летию убиения царских слуг на Урале в Екатеринбурге даже вышла книга, где есть отдельная глава, посвященная нашему земляку, гвардейцу Ивану Седневу. Как выяснилось, прославленному в лике святых русской православной церковью за границей еще в 1981 году. Нина Блохина, Алексей Карашев, Вести, Ярославль Углич.